На технические расстройства при ревматических заболеваниях. Потому что еще в прошлом, вы знаете, психосоматики говорили о определенных классических психосоматических заболеваниях, в перечень которых, небольшой, в общем-то, перечень, входили такие ревматические заболевания, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка. И, значит, вот это направление как раз изучало личностные, особенно психологические аспекты этих заболеваний. И выстраивались различные теории в отношении специальных, как бы, таких личностных характеров при этих заболеваниях. Но затем, конечно, интерес к такого, в такой форме представления психосоматического заболевания, ревматических этих, во всяком случае, двух заболеваний, уже угас. Но сейчас снова идет, словно волна возвращения, но на новом, конечно, уровне, на уровне биопсихосоциального подхода, когда любое заболевание уже оценивается с точки зрения и биологических аспектов, и социальных, и психологических аспектов. Так вот, ревматические заболевания, видите, здесь Смулевич представляет свое представление о разных видах патологии, где происходит вот это соотношение определенное, взаимосвязи, такой психосоматические и соматопсихических аспектов этих заболеваний. И вот в этой классификации его представлены, ну, прежде всего, такие соматические, психические реакции вне конкретной какой-то соматической патологии, выраженной конкретной. То есть вот под названием МКВ-10 соматоформное расстройство, как вариант такой особых невротических нарушений. Ну, а затем, значит, конечно, имеются еще и назогенные психосоматические реакции, в том числе вот могут быть самые разные, и астенические, и тревожно-депрессивного спектра, и отдельные психосоматические синдромы, расстройства сна, болевые синдромы и так далее. На, скорее, как отражение такой дезадаптивной реакции личности на заболевание. Положим, вот ревматическое заболевание. Диагностируется ревматоидный артрит и соответствующей симптоматикой, иногда тяжелой, ограничениями значительными в жизни этого человека. И меняется его, создается особое восприятие такое, в части всего неадекватное, связанное с эмоциональной, негативной эмоциональной сферой. И вот это может быть такие нозогения, как считал Смолевич, или нарушение адаптации, то есть неспособность человека справиться с этой ситуацией болезни, как психотравмирующего события в его жизни. И, конечно, вот эти психосоматические реакции на заболевание, они действительно носят иногда очень выраженный и тяжелый характер. Настолько выражено, что иногда диагностика ревматического заболевания затрудняется в связи с этим дополнительным психосоматическим включениями. Не говоря уже о значительном снижении эффективности лечения этого ревматического заболевания. Поэтому, конечно, уже на сегодня невозможно терапевту-ревматологу игнорировать вот эти аспекты, которые имеются у многих больных ревматическими заболеваниями. И, конечно, в этом случае они нередко обращаются именно к психиатру. И в случае тяжелых каких-то расстройств, выраженных там положив расстройств тревожно-депрессивного спектра, это и адекватно. Но, с другой стороны, настолько много вот этих психосоматических реакций при этих ревматических заболеваниях, что, конечно, никогда не хватит психиатров ни в одной стране, ни никогда, которые могли бы именно оказывать помощь этим пациентам. Поэтому, конечно, все взоры экспертов ВОЗ уже не первый год обращены именно к терапевтам, ревматологам, то есть другим специалистам, не к психиатрам. И поэтому нередко были созданы, да и на сегодня любой терапевт, ревматолог пойдет, если посмотрит на книжную полку, там положим на этих расстройств, то немало учебных пособий, учебников, руководств, написанных не для психиатров о психиатрии, о депрессивных, в частности, тревожных расстройствах, а именно для терапевтов, для ревматологов. Ну и, к сожалению, еще мало, но все же созданы были тоже соответствующие стандарты включения элементов психиатрии, в частности, в отношении депрессивных расстройств, разработанных в той же Всемирной организации здравоохранения, для учебных целей, для того, чтобы в учебные циклы для специалистов, не психиатров, включать эти элементы. Насколько это важна и значима проблема. Следующее здесь, видите, есть соматогения, то есть психосоматические расстройства, но они вызваны непосредственно воздействием соматического заболевания. То есть, положим, ревматоидная артрита, системная красная волчанка воздействует таким образом на центральную нервную систему, что возникают вот эти нарушения нейромедиаторных системах, связанных с изменениями аффективного состояния. То есть, появлением и тревожных, и депрессивных расстройств, вызываемых только этими заболеваниями. Не говоря о том, что иногда это бывает и лекарственная такая соматогения. То есть, ряд лекарств, которые используют при лечении ревматических заболеваний, перенезалон, например, при определенных дозировках, через некоторое время, даже небольшого, может вызывать депрессивные, в частности, расстройства. Ну и, наконец, последнее, это то, что так называемое, собственно, психосоматическое заболевание, которое, конечно, является соматическим заболеванием, но где психический фактор чрезвычайно высок. И при возникновении заболевания, и его течении, и прогнозе. Так что, это уже существенное значение имеет. Ну, что касается психосоматического аспекта, прежде всего, психогенных расстройств, то вот тут существуют издавна уже некоторые представления такого как бы психологического преимущественного характера, которые показывают, ну, как бы, особенности вот этих психосоматических расстройств, для которых характерны вот это появление или существование такого прямого перехода из психической сферы, физическую, то есть вот такое функционирование как бы расстройства, энергии, нарушения из одной сферы в другой, прямым переходом. Конечно, также имеет значение при этом вот эти психоэмоциональные состояния, того напряжения психического, которое существует, и которое связано не столько с сознательным функционированием человека, сколько неосознаваемым им. И, значит, они имеют большую фиксацию, они больше удерживаются у этого человека, и меньше у них возможности для выявления их и выхода. Поэтому это удержание вот этой энергии в связи с подавленными переживаниями, оно тоже характерно для пациентов психосоматических расстройств. Также может в ряде случаев, особенно конверсионных, так называемых, символическое значение, то есть, положим, какие-то расстройства, тошнота, например, рвота, они психосоматические как симптом, может быть, связаны с отвращением какой-то стороне жизни, какой-то ситуации, каким-то отношением, и они вот таким своеобразным образом могут реализоваться психосоматических симптомов, само как бы психологическое, травматическое переживание, отвращение к чему-то, непринятие чего-то. Ну и дальше, конечно, это, вот эта сфера чаще всего проявления симптомов связана с произвольной моторной функцией или сенсорными функциями произвольного характера. Ну и, конечно, здесь также имеется значение вот эти внутриличностные, такие подавленные, скрытые для сознания пациента, для него самого, его собственные внутренние противоречия и конфликты, которых он не осознает, но они существуют и оказывают вот такое воздействие на формирование психосоматической симптоматики. Ну, еще как бы в этой сфере психосоматических расстройств также в последнее время функционирует понятие «соматизация», предложенные раньше, конечно, и оно было больше связано с символическим, психологическим функционированием психики человека, но в последнее время, в настоящее время оно тоже остается и уже связано с более широким спектром этого нарушения, то есть когда включаются какие-то вот эти аспекты функциональных расстройств уже, и эти функциональные расстройства, как раз для них характерен вот этот процесс «соматизация». Вот один из известных таких американских психотерапевтов, он как бы определял вот эту «соматизацию» как склонность вот психической как бы такой реакции, психического переживания проявлять себя в большей очевидной форме на физиологическом уровне, не на уровне эмоциональных, когнитивных переживаний, а на уровне физиологическом – это тоже одна из особенностей этого. Ну, конечно, вот эти психосоматические расстройства могут предшествовать появлению ревматических заболеваний, могут сопровождать ее или быть уже после того, как возникла уже установленная даже диагноз этого ревматического заболевания. И только на этом фоне появляется симптоматика психосоматического характера. Ну, и здесь, конечно, очень важно установление прямой связи вот выраженных психосоматических расстройств с активностью иммуновоспалительного процесса, с провоспалительными цитокинами, как и особыми веществами, которые могут быть, с одной стороны, связаны с самим процессом ревматического заболевания, а с другой стороны – с психическим функционированием. И таким образом идет такая вот взаимосвязь, которая и формирует, положим, психосоматическое расстройство. Ну, и надо сказать, что здесь также в последние годы достаточно четко указаны связи, как при таких психосоматических расстройствах, как и при самих ревматических заболеваниях. Вот в развитии их выявляют как такие, ну что ли, процессы, факторы, факторы нейроиммунные, нейроэндокринные, как бы характерные и для ревматического заболевания, и для расстройств, положим, тревожно-депрессивного спектра. И это тоже, как бы, вот еще раз подчеркивает вот эту позицию, очень важную парадигму в ВИЦине, биопсихосоциальное понимание любого заболевания. Ну, и здесь, что психосоматические нарушения, вот в рамках тревожно-депрессивного спектра, ну, это обычно, как бы, фактически те же самые. То есть это может быть и невротический уровень, да, расстройства, в частности, адаптации, расстройства, связанные с восприятием и переживанием ревматического заболевания, но могут быть аспекты и соматического, как я говорил, когда ревматическое заболевание вызывает расстройства психосоматические, лекарственные даже, тоже я отмечал, ну, и могут быть даже аспекты такой, как бы, скрытой депрессии без депрессии, маскированной депрессии, которые тоже могут создавать вот корзину психосоматического расстройства. Но чаще всего речь идет, конечно, в практике ревматолога, это о вот расстройствах невротического уровня, типа соматоформных расстройств, и, конечно, вот соматогенная и лекарственная генез психосоматических расстройств. Это тоже, нередко это смешанная такая картина, клиническая получается, психосоматический расстройств. И тот, и другой элемент представлены. Ну, что касается вот спектра тревожно-депрессивных расстройств, то при депрессивных расстройствах тоже, здесь видите вот эти все обычные варианты, но чаще всего, конечно, это вариант генерализованного тревожно-расстройства, то есть хронической тревожности, так как при хронических ревматических заболеваниях формируется вот это тоже такая невротический вариант тревожного расстройства хронического характера, хроническая тревога, хроническая невротическая тревога, Но она может быть увязана и соматической тревогой, как таковой. Чаще всего. Ну и также это может быть депрессивное расстройство, где в основном тоже представлены расстройства такого тревожно-депрессивного, скорее, расстройства, где в равном мире представлены как тревожный аспект, так и депрессивный. Хотя, может быть, и невыраженное такое тревожное нарушение, невыраженная депрессия, а в одинаковой степени представлены. Но это тоже чаще всего хроническое течение и особенность вот этого смешанного такого тревожно-депрессивного расстройства, наиболее часто встречаемое при ревматических заболеваниях. Ну, что касается лечения ревматических заболеваний, психосоматических расстройств при ревматических заболеваниях, то, конечно, всегда идеальный подход – это комплексный подход, где требуются и психотерапевтические воздействия, и лекарственная терапия этих расстройств, учитывая вот характер психосоматического расстройства, где могут вот эти все многие разные аспекты и психогенные, и соматогенные представлены. Но, что касается психотерапии, то, знаете, здесь тоже кто эту психотерапию проводит? Проводит ревматолог или психотерапевт? Проводит ли ревматолог когда-нибудь психотерапию? Да всегда проводит, просто они называют это психотерапией. И если он действительно устанавливает такой доверительно-оптимальный контакт со своим пациентом в ревматическом заболевании, то это и есть уже элемент психотерапевтического воздействия. И неплохой, кстати говоря, иногда даже лучше действующий, чем различные технические даже приемы какие-то психотерапии. Ну и, конечно, вот это как бы поддерживающая психотерапия, когда этот терапевт-ревматолог выполняет какие-то, при условиях, конечно, дефицита времени, но все же такой рациональной психотерапии элемента, когда он дает разъяснение, когда он убеждает пациента, перестраивает немножко его абсолютно неадекватную концепцию болезни. Это и есть тоже психотерапевтическое воздействие, просто он может это действительно не называть, но это существует у хорошего врача, у хорошего ревматолога невольно, непроизвольно. Поэтому это тоже важно. Вот это внутренняя картина болезни и необходимость ее коррекции. Так как она связана обычно с эмоциональными расстройствами, тревогом, страхами, депрессивными переживаниями, то, конечно, она приобретает мощное воздействие на поведение больного человека, на поведение пациента с ревматическим заболеванием. И это поведение может, знаете, распространяться вплоть до суицидального. Не в результате депрессивного, как действия, как суицидальность, а в результате вот этого психосоматического, хронического, тяжелого расстройства у него снижается и качество жизни, и главное, может теряться мотивация к лечению. То есть фактически это уже вариант такого суицидального. Человек отказывается от лечения, болезнь развивается, все хуже, хуже, да? И эта смертность, как тоже показывает исследование, вот эти психосоматические расстройства, они повышают смертность этих больных тоже данное исследование, отражают эту связь фактическую. Ну, поэтому, конечно, что касается того, какие задачи ставит психотерапевт при психосоматическом расстройстве, то, конечно, тоже, когда к нему все же направляется этот пациент, то он не может не начать с коррекции внутренней кардины болезни, с мотивации, повышения мотивации психотерапии, к тому, чтобы пациент мог принять участие, потому что психотерапия без пациентов не существует, она невозможна. Поэтому вот большее участие пациента при любом методе, любом воздействии технической психотерапии, методе, необходима мотивация пациента, который как бы понимает, что это мне надо, я должен работать, я должен это делать, потому что я хочу поправиться. Вот это повышение этой мотивации, понимания необходимости участия в психотерапии, начальное, потому что дальше психотерапия может развертываться в зависимости от того, как удалось повысить мотивацию и как удалось дать пациенту хотя бы, ну, более близкие к адекватной пониманию того, что за болезнь, что за расстройство, что с ними делать и так далее. Это важная задача. А дальше уже идет при сохранении оптимального доверительного контакта уже можно использовать какие угодно технические приемы в зависимости от интересов этого психотерапевта, его образования, склонности, характера и так далее. Он может предпочитаемые методы использовать. И это часто связано скорее с теми общими факторами психотерапии, которые как раз могут обеспечивать эффективность, чем с техническими приемами. Но иногда психотерапевту может казаться, что именно технические приемы позволят ему выйти и добиться каких-то результатов. Но часто он обманывается в этом отношении. Ну, значит, здесь я уже говорил о том, что то, что должен как бы все же иметь какие-то представления, минимальные хотя бы элементы психиатрии, элементы психотерапии, должен иметь ревматолог, положим, терапевт. Потому что это ему иначе очень просто. Он будет всех пациентов либо мучить тем, что у них сохраняется этот тяжелый дополнительный психосоматический аспект его заболевания, либо игнорируя его, либо направляя все же его к психотерапевту или к психиатру. А в ряде случаев, при легких, умеренно выраженных расстройствах психосоматических, на самом деле он может выполнить все эти задачи. Он выполняет эти задачи. Тем более, что на начальном этапе пациент, конечно, будет больше доверять в этом плане ревматологу, чем психотерапевту. Потому что он, как бы, пациент понимает, что ревматолог знает о его заболевании и лечит его. Но, кроме того, он, видите, еще и этот аспект обращает на него внимание и старается помочь пациенту и с этим страданием дополнительным, но связанным тесно с самим ревматическим заболеванием. Поэтому это важен, как бы, вот это некоторый образовательный аспект для терапевтов и ревматологов. Ну, что касается здесь, как бы, то, что предпринимают задачи, ну, задачи, как бы, при проведении психотерапии, лекарственной терапии, они связаны вот с этим улучшением отношения, самого контакта. С него, собственно, начинается весь лечебный процесс, любой. Затем вот рациональные элементы психотерапии, введения рациональных. Затем, может быть, привлечение пациента к более активному участию, к большей мотивации на лечение, любое лечение, лечение соматического заболевания или вот этих психозоматических аспектов. И так, и то, и другое имеет исключительное значение для эффективности этого пациента. Ну, может быть, также использованы, как я уже говорил, эти элементы рациональной психотерапии, поддерживающей терапии, может, элементы когнитивной психотерапии на уровне, каких-то разъяснений, объяснений, убеждений. И даже скрытые сугестивные элементы. Тоже в условиях хорошего контакта, значит, здесь работает неосознаваемая и, может быть, и недостаточно контролируемая сугестивная линия. Поэтому ее использование тоже полезно для коррекции психосоматических расстройств. Поддерживающие, ясно, что вот это доверительный контакт, понимание страдания этого пациента, мало того, что он страдает соматическим, ревматическим заболеванием, да еще и психосоматические расстройства разных проявлений еще утяжеляют его сострадание, его состояние. То есть вот это сочувствие, сопереживание, понимание тяжести жизни у этого человека важно со стороны терапевта. Ну, а затем, конечно, понятное дело, очень важно сохранение вот этой доверительности, эмоциональности, восприятие проблем пациента, связанных с его жизнью в условиях этой болезни. Ну, использование социальных ресурсов тоже очень важно, потому что нередко психосоматические проблемы, расстройства, связанные с конфликтами в семейной сфере. Оттуда идет источник напряжения, формирующий, поддерживающий психосоматическое расстройство. Поэтому иногда важно и подключение к какой-то форме и семейной ситуации, коррекция. Ну, когнитивно-поведенческая психотерапия, ее можно использовать не как специальный метод, но как интегративный психотерапевтический подход, а именно большинство, очень много вообще-то протекущих психиатров, психотерапевтов, они чаще всего интегративные, то есть они обладают некоторыми техниками, не всеми, но некоторыми, предпочитаемыми ими в связи с характером и образованием, и поэтому они часто используют зависимость от задач, то один аспект какого-то метод, технику из одного, то может из другого, может быть, это и эклектичный вариант, но если он работает, дает эффект, то еще в этом плохого нет. Потому что не все пациентов, например, невозможно представить, что когнитивно-поведенческая психотерапия годится для любого пациента, который постучал тебе в дверь. Ну, это нелепо было бы, если это так. Ясно, что есть категории пациентов, с которыми можно, и по особенностям их психопатологии, и по особенностям личности, можно работать, а с другими бессмысленная трата времени. Также в отношении любых других методов. Поэтому использование отдельных приемов, ну, здесь коррекция, видите, внутренней кондиционной болезни, понятно, при психосоматическом расстройстве, это важный начальный элемент, без него дальше никакого движения нет. Конечно, понимание, осознание пациентам вот этих аспектов психогенных в этом его психосоматическом расстройстве связаны с какими-то аспектами его жизни, стрессовыми, в особенностях хронических стрессов, даже умеренно выраженных, чаще всего, как исследования показывают, умеренно выраженных хронических стрессов. Они главный источник для развития психосоматического расстройства при ревматическом заболевании. Ну, конечно, неплохо пациенту не обучать релаксации, а просто сказать, возьми смартфон, нажми кнопочку на методы релаксации и читай. И дальше, если тебе это надо, хочешь лучше, быстрее поправляться, освой эти техники. Самому, конечно, заниматься не нужно этим, понятное дело, врачу. Дальше, ну, больший контроль своего состояния. Понятно, что повышение самооценки, позитивные аспекты – это всегда хорошо. Ну, также при психосоматических расстройствах нередко приходится прибегать и гипнотерапевтическим техникам, потому что мотивации на такую психотерапию с участием самого пациента, с вкладом работы внутренней над собой, над своими проблемами, конфликтами, иногда не получается. Пациент не идет на это, а тем не менее пришел за помощью. Гнать его? Ну, так же нет. Поэтому, может быть, можно либо самому, либо его рекомендовать какому-то психотерапевту в арсенал методов, в которых, может, включены и гипносугестивные варианты. И тогда такой пациент, может быть, с большим эффектом лечения будет получать, чем используя какие-то другие методы, которым он может сопротивляться, противодействовать или не работать так, как нужно. Поэтому вот это тоже важная гипнотерапия, потому что нередко пациент многое не осознает, но вот такое воздействие, в особенности в современном гипнозе, активном гипнозе, когда идет воздействие на уровне преобразования, не просто каких-то сугестивных приказов психотерапевта, а на уровне как бы внутренней работы, не сознательной, а больше подсознательной работы. Так закладываются основы в этом активном гипнозе для вот такой внутренней работы пациента, о которой он ничего не знает даже, но она происходит в результате вот этих особых таких гипнотерапевтических технических приемов. Он запускает эти самоорганизующие психотерапевтические процессы и тем самым добивается нужных эффектов. Ну, собственно, методы гипнотерапии – это вот самое разнообразное и классический иногда вариант, потому что иногда пациент приходит с такой повышенной гипнабельностью. И, положим, при наличии болевого синдрома, хронического болевого синдрома, вот использовать даже классические техники гипноза удается быстрее проблему решить, чем использование психотропных препаратов разного назначения. Поэтому вот это тоже надо учитывать. Не говоря уже о активном рейксоновском гипнозе, где могут использованы более сложные технические приемы передвижения, перемещения, замещения, работа с визуальными образами в гипнотическом трансе. В особенности это очень важно и полезно при хронических болевых синдромах. Ну, что касается психотропных препаратов при психосоматическом расстройстве, ревматическом заболевании, то фактически здесь все группы используются, и анксиолитики здесь также используются, но с учетом, конечно, особенностей каждого из этих препаратов, иногда это начальный элемент для того, чтобы быстро снять какую-то выраженную тревожность, в которой трудно работать быстро психотерапевтически. Но так можно ее снять, и дальше уже более прицельно работать психотерапевтически. Поэтому ряд могут быть от неглубоких таких, не очень выраженных анти... против анксиолитиков до таких анксиолитиков, которые непосредственно прямо и быстро действуют на тревожно-фобические синдромы, как альпразолам, например. Но что касается антидепрессантов, то во всем мире, в общем, в медицинской практике, по крайней мере, вот эти два антидепрессанта, пароксетин и сэртралин, они получили наибольшее широкое распространение благодаря безопасности и прочим положительным эффектам, которые не мешают базичной терапии, соматическому заболеванию, и тем самым могут обеспечивать снятие тревожностей и депрессивных элементов этого состояния. Даже используются при психосоматических расстройствах некоторые такие малонеролептики, в частности, Терелиджен, например, которые, как бы, многие исследования показали его высокую вегетотропность, и, значит, для лечения таких вот психосоматических расстройств, где могут представлены и тревожные, депрессивные, вегетативные нарушения, он оказался очень полезным, и поэтому при психосоматических расстройствах вот этот препарат используется как особый препарат. Ну, короче говоря, подводя итоги, я должен сказать, что вот все же при психосоматических расстройствах, при ревматических заболеваниях врачу, терапевту, ревматологу важно вот это, по крайней мере, выявлять, обнаружить наличие вот этих психосоматических симптомов. Ему выгодно выявлять для того, чтобы легче, лучше диагностировать причины обострений, например, или проводимое лечение по легшему эффективности. И поэтому он может включать, по крайней мере, хотя бы элементы психотерапии, вот рациональные, и психотропные препараты. Кстати, тем более статистика показывает, что многие психотропные препараты, они чаще используются, например, терапевтами, чем психиатрами или психотерапевтами. Статистика такая говорит о том. И, в общем, когда работаешь с врачами и терапевтами, вот я читаю лекции, провожу занятия, то они очень часто мне просто говорят о том, что да, вот рейтинг-ресурсов, у меня есть опыт, я использую это, это, это. Так что они пользуются этим, используют, и как бы имеют на это право, фактически имея теплом врача, лечебника. Ну вот всё, что я хотел вам сказать о важности учёта психосоматических расстройств и коррекции их для того, чтобы лучше снимать, уменьшать страдания этих несчастных больных. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то, коллеги, вопросы? Да, пожалуйста. То же самое Рослипорс, то же самое Кафедра. Вопрос чуть будет легче, чем Кончиков. Скажите, пожалуйста, вот, если у неё неглубокое, так сказать, психотерапевтическое расстройство, как там врач-реклотолог не мотивирован проводить психотерапию? Да. Он мазь дал, таблеточку дал, Пожалуйста, до свидания. Как быть ему? Как кому быть? Ревматологу или пациенту? Ну, ради Бога, вот он вообще не может. Ну, от него требуется хотя бы самое минимальное. Сказать, что кроме вот этого ревматоида у вас артрита, который вот установлен объективно всеми исследованиями и вашим состоянием, и у вас имеется ещё дополнительное вот это состояние нервной системы, в частности, вот эти ваши переживания, расстройства сна и прочее, выраженная астения, там больше, чем даже нужно для этого соматического заболевания. Вот это, с этим надо что-то делать, потому что это надо лечить, потому что я не смогу вам дать достаточно эффективного лечения ревматоида астрита, если это не учитывать. Поэтому вот вопрос остается. Либо вы сами над этим работаете, либо идите в психотерапевту, раз он отказывается это делать сам. Хотя бы на таком уровне, о котором я говорил. Да. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то антизакрестант антизакрестант, который работает как анальгетик, как антизакрестант, в том числе и административный антизакрестант. Да, да, и целая серия, это целая группа антидепрессантов, начиная с классического амитриппелина, который лицензирован на лечение хронических болевых синдромов, так и более современные, селективные гибиторы обратного за фастосеротонина, вот эти же парокцетин, тертралин. Ну и кроме того, последнее поколение это ванлофоксин и долоксетин. Вот они тоже имеют лицензию на лечение хронических болевых синдромов. Причем не только неизбежно как бы ту депрессию, которая часто связана с этим болевым синдромом, но и собственно имеет анальгезирующее воздействие. Вот такой элемент еще. Виктор Анатольевич, вот вы, как я понял, в основном говорили о методах, элементах когнистивной терапии и гипноза. А вот методы, которые основаны на катажце, если допустим, да, тот же гештальт, или вот акты, или какие-то какие-то еще, как бы здесь не прозвучали? Это потому, что вы не прибегаете к этим методам? Или это какой-то принципиально? Нет, конечно, это не принципиально, потому что действительно есть методы же, даже телесно ориентированной психотерапии, которая как бы вот как раз в соответствии с пониманием психосоматических расстройств и ориентирована на эту работу с энергией, которая вот заключена в нарушенном физическом функционировании. Поэтому они как бы заходят с другой стороны, считая, что здесь им легче добиться, чем если через сознательную психическую функционирую пациент. Поэтому нет, я считаю, что это полезно и аналитика катартическая психотерапия Александрова, учитывая, что вот эти осознания, катартические элементы, она может быть полезна при... Да.